Долгосрочный сон Так что же, мы введем бойкот на китайские товары, раз Китай способствует продолжению конфликта. О нет, это ведь будет расизм. А вот к утрате статуса страны, обладательницы мировой резервной валюты нам готовиться очень даже стоит, ведь именно это сейчас с нами постепенно и происходит. Люди Байдена, похоже, об этом и не подозревают, а то и вовсе этого добиваются. Байден хвастался, что мы спустили курс российского рубля на 30% пунктов! Ура! Мы молодцы! Но когда мы закончим праздновать свою победу в разрушении российской экономики, ну а что, они ведь это заслужили? Мы наверняка спросим себя, а нет ли тут каких-то минусов? Присмотримся ближе. Такая политика Вашингтона заставила Россию, Китай, Индию, Турцию и другие страны еще быстрее принимать шаги по отказу от американского доллара. Эти страны вместе взятые представляют большую часть мировой экономики. Наверное, ни один американский президент не поступил со своей страной настолько безрассудно и деструктивно. И если спецоперация на Украине может закончиться уже завтра, с последствиями утраты американского доллара в качестве мировой резервной валюты, нам придется жить всю оставшуюся жизнь. А в Вашингтоне никто и не признает, что это сейчас происходит. Там заняты тем, что ищут новые моральные победы, чтобы их одержать. А наши прогрессивные компании, Apple, MasterCard и многие другие в восторге, нахваливают себя за то, что они внесли свой вклад в наказание России. Здорово! Наказывайте Россию, мы не против! Но возникает вопрос. Прямо сейчас на наших глазах кучка прогрессивных корпораций разнесла целую страну и ввергла в нищету ее граждан, не разбираясь, кто прав, а кто виноват. Речь о России, поэтому мы зачастую и не задумываемся, нас все устраивает, это же Россия, кому какое дело? Но может ли так случиться, что те же самые приемы в один прекрасный день используют против страны или людей, судьба которых вас уже заботит? Вдруг они решат, что роль Путина теперь играете вы, и что вас надо стереть? Это возможно? Не думайте об этом. Да вы сейчас и не сможете об этом задуматься, даже если захотите. Почему? Потому что в стране паника по поводу морали. Для США это уже третье, паника меньше, чем за два года. И, кстати, страна, в которой они случаются регулярно, это не лучшее место для жизни. Такие паники ставят людей, которые в них участвуют в унизительное положение, а тем, кто не участвуют, они причиняют вред. Это ущербное и безумное явление, которое никому не нужно. Хорошо жить можно в стране, где исходы ситуации определяют мудрость, сдержанность, рационализм и пристойность, а не вопли. Но мы живем в стране морального паникерства. Первая из этих паник началась в мае 20-го, после гибели Джорджа Флойда. Второй из них обернулся коронавирус. Вы все это пережили. Выходит, что вопли не стихают почти два года, а официальным языком публичных дискуссий становится истерия. А это не нужно никому, кроме тех людей, которым это приносит пользу. А кому это приносит пользу? Всем, кто зарабатывает на жизнь враньем. У врунов имеется просто идеальная защита. Спросите себя, многие ли из тех вещей, которые вы поначалу слышали о движении Black Lives Matter, а затем о коронавирусе, в итоге оказались правдой? Сколько первых данных подтвердилось? Немного. Почти все они оказались ложью. Но вы не могли этого заметить, вам было не до этого, на вас орали. Если человек говорил, что значение имеют жизни всех людей, его объявляли расистом. Если выражал беспокойство насчет обязательной вакцинации, называли антипрививочником. Модель остается все та же. Скажите, что война с Россией — это, наверное, не самая лучшая идея для США. Ничего радикального в такой позиции нет, и большинство американцев с вами согласятся. Однако вас немедленно объявят путинским агентом. Это навешивание ярлыков, которое применяется в качестве инструмента социального контроля. Руководство страны решило, что его главная задача — указывать вам, кого ненавидеть. В такой обстановке все вокруг кажется пропагандой, потому что по большей части так и есть. Субтитры создавал DimaTorzok